Всем большой-большой привет! Я рада вас приветствовать у себя на канале. Сегодня у меня, думаю, что по названию видно, что у меня за видео. Будет у меня распаковка подарочка. Этот подарочек мне пришел от моей вязальной подруги Мариночки с Украины. Ссылку на Марину, у нее есть канал Добрые Игрушки. И также Инстаграм я оставлю вам все ссылочки на нее под этим видео. И знаете, я тут сегодня забрала, кстати, посылку, наверное, несколько часов назад. И как раз у меня появилось свободное время, чтобы отснять это видео. Хотя я думала, что я сегодня не буду отснимать, потому что думала, буду маленько занята другими делами. Но так получилось, что появилось у меня время, и я решила отснять. И знаете, подумала сегодня такая, думаю, сколько мы уже с Мариной знакомы. А знакомы мы уже с ней два года, даже, наверное, чуть больше познакомились мы еще с ней. Тогда как-то она была организатором самого первого Тайного Санты. И с тех пор потихоньку мы с ней начинали общаться в то время. И как-то, знаете, все переросло в такое вот дружеское такое вот общение. И до сих пор мы с ней общаемся. Я очень-очень сильно рада этому. И тут пришло мне от нее подарочек. Я вот не ожидала. Мне как-то, наверное, недели-полторы или неделю назад, наверное, недели-полторы назад пришло сообщение, что мне идет посылка. Так как посылка поступила в Россию, и по номеру телефона нам приходит в приложение оповещение. И я просто была удивлена, когда я глянула на то, на вес посылки, вес этой посылки 6, 6200 или 6300, что-то такое. Я аж даже речи потеряла. Потом написала Марине, конечно. Она говорит, я ждала, пока ты напишешь. Вот. Так, я посылку еще даже не открывала. Я вам сейчас ее постараюсь показать. Размер этой посылки просто гигантский. Это край посылки. И где-то это ее длина. Все длина, длина, длина. И вот она только заканчивается. Ну, а ширина вот такая примерно. Я, конечно, ее уже поставила на стул рядом. Распаковать буду, наверное, ну как бы на камеру, но за кадром, потому что она просто у меня сюда не входит. Так, сейчас я ее открою и вернусь к вам. Итак, я ее открыла, но она все равно не входит, конечно, в кадр, так что я ее убираю обратно на стул и буду потихоньку все доставать вам и показывать. Итак, что я первое увидела, что мне попалось на глаза, это, наверное, блокнот. Да. Вы посмотрите, в каких он оттенках. Ну, да, я думаю, что Марина уже прекрасно знает, какие я люблю оттеночки. Я все люблю нежнятки. И блокнотик в таком же, в таком же, господи, цветовой палитре, который мне нравится. Классный, такой нежненький. Так, посмотрим, как внутри. Блокнотиков много не бывает. Я, кстати, сегодня думала, у меня есть блокнот, которым я практически целый год писала, и думаю, какой бы мне завести блокнот. В принципе, у меня не сильно много блокнотов, потому что я их сама делаю и особо их не завожу. Но каждый год у меня все равно один блокнотик есть, и один вспомогательный. И оба эти два блокнота у меня, в принципе, практически заполнены. Все, они заканчиваются. Я вот сегодня писала, составляла себе список, как буду снимать влог. Простой влог, конечно, не это видео. И поняла, что у меня осталось буквально две странички, и все. И думаю, как раз, какой же мне блокнотик начать. И вот, в принципе, вот. Я так думаю, скорее всего, я этот блокнотик и начну. Классный блокнотик с клеточками, очень удобно. Конечно, цветовая гамма вообще классная. Спасибо вам, дорогая, за блокнотик. Блокнотик потрясающий. Дальше что я вижу? Вижу я сладости. Коробочка конфет. Да, тут все по-украински написано. Наверное, Киев вечерний. Так, вот такие вот конфетки. Конфеток много не бывает. Тут с орешками, наверное. Да, это Рошен. Большое спасибо. Мы сладкоежки, мы любим чай. Мы любим конфетки. Дети меня любят, муж тоже любит, и я такая же, в принципе. Так что большое спасибо за конфеточки. Конфеток много не бывает. Так, далее. Ой, я тут вижу, знаете что? Я тут вижу... Скорее всего, я, наверное, ее неправильно открыла. Она, наверное, должна была быть по-другому, потому что я сейчас вытащила корзинку, а в корзинке все-все-все вывалилось. Так, я сейчас, наверное, отвлекусь на чуть-чуть, соберу, что там вывалилось, и вам покажу. Итак, я собрала все. Я думаю, что вы заметили эту корзиночку. Еще одна красота в мою коллекцию. Марина мне как-то дарила корзиночку, я ее пользуюсь. Она просто потрясающего цвета. Все в моей любимой цветовой гамме. И она очень удобная. Хоть у меня есть и пластиковые корзиночки, но, знаете, как-то вот такие вот корзинки, которые особенно вот ручной работы, какие-то вот деревянные там, да, вот наподобие такой корзиночки. Знаю, что есть еще корзиночки металлические. Они как-то такие вот красивые. В них вот, знаете, вязание, даже просто моточки лежат там, и они так душевно классно прям вот смотрятся. Все-таки они уступают пластиковым корзинкам. Но пластиковые корзинки тоже бывают красивые, такие вот какие-то ажурные. Но мне кажется, все-таки эти корзинки намного лучше. Так, вижу я вот такие вот украшения. У меня уже одно украшение есть. Я его периодически использую либо для фотографий, либо для видео. Они мне бывают, мелькают. И вот такие у меня еще есть теперь звездочки. Классные звездочки. Так, убираем чуть-чуть в сторону. Что дальше вижу? Что-то тут написано. Фатин для единорожек. Все-таки, Марина, ты хочешь, чтобы я этих единорожек вязала? Я начинала двух единорожек вязать. По всем известной схеме, кстати. Одну единорожку у меня купили в этом году на ярмарке летом. Я очень прям безумно рада была, что ее приобрели. И вторая единорожка мне, кстати, до сих пор не довязана. Она у меня белая, с розово-голубыми локонами. И все, я ее довязать не могу. И теперь, я думаю, возможно, этот фатин пойдет, кстати, может быть, ей даже на юбочку. Так что придется доделывать ту единорожку. Марина, я думаю, что у тебя такой план и был. Смотрите, какие оттенки там. Я думаю, надеюсь, вам видно. Вот здесь фиолетовый такой сиреневый. Потом есть нежно-зелененький, голубые оттеночки. Такие поярче. Это все, наверное, как бы объяснить-то... Думаю, что вы поняли. То есть это не однотонно идет, а с такими переходами. Придется использовать. Так, туда мы отложим, чтобы красивенько смотрелось. Так, вижу сладости. Да, наверное, скорее всего, часть сладостей не только мне, но и моим деткам. Это, наверное, какие-то конфетки. Да, это карамель. Ледяная. Короче, тут все, как всегда, не по-русски, по-украецки написано. Так что я не все еще слова знаю, по-украински, кстати. Но у меня даже детки некоторые слова знают. Как они вот сегодня увидели. Укрпошта, Укрпошта, мама, тебе что-то пришло? Я говорю, да, да. Все с Украины. От Марины пойти что-то пришло? Я говорю, да. Вот, тут конфетки разные. Леденцы. А, тут варежка нарисована. А здесь? А здесь снеговичок. Я надеюсь, вам видно. Я пока не буду открывать, потому что это все заупаковано. Да, вот такие вот сладости. Спасибо, это огромное. Я думаю, что детки будут довольны. Так, вижу, это... Господи, кто они там? Забыла? Цукерки, желейки. А, желейки, вот цукерки, конфетки. Вот две таких упаковочки. Так. Так, куда-то это все еще убирать, и чтобы это все частично было видно. Так, что у нас дальше? Это что-то... А, это уже не сладость. Это крем для рук и для ног. Ну, они уже тут открылись, так что я их даже не открывала. Ого, какие. У нас таких точно нет. В России, по крайней мере, я не видела. Но это, может быть, и производство, конечно, не наше. Скорее всего, наверное, украинское производство. Вот такие два кремчика. В такой коробочке классной. Прикольная коробочка такая. Вот все. Так, теперь еще обратно бы закрыть. И вообще коробочку бы закрыть, чтобы красиво все смотрелось в кадре. И чтобы вам было тоже приятно смотреть. Так. Вот такая вот красота будет тут. Далее. А, вижу двоих тигров, наверное, да? Да, это два тигрика. Это, наверное, да, типа льдинки. Ну, конфетки такой. Ну, это точно моим мальчишкам. Большое спасибо, Марина. Я думаю, что им понравится. Так. Боже мой, сколько тут всего? Это вообще, я не знаю, это самый большой подарок, который мне, наверное, присылали. Просто большущий. Так, два вот таких леденца новогодних. Ну, это, по-моему, классика, знаете. Кстати, я еще, по-моему, не видела у нас в магазинах. Потому что я обычно тоже покупаю деткам. Но я вот в наших магазинах пока не видела. Да, вот такие два леденца. Кстати, один треснул тут. Но я думаю, что один я и мадам. Пусть едят, а второй для фоточек. Да, все для фоточек. Так, вижу вот такой вот фонарь. Он металлический, кстати, идет. И там, наверное, мне кажется, есть местечко, не знаю, видно вам или нет, для свечки. То есть туда, наверное, да, кстати, вот, наверное. Как-то она открывается, наверное, так думаю. И туда вставить можно свечку. Тут как раз есть всякие разные дырочки, чтобы выходил оттуда. Чтобы ничего не загорелось. И он металлический. Вот такой вот. Мне кажется, со свечкой фоточки будут такие классные. Атмосферные. Большое спасибо, дорогая. Так, что я дальше вижу? Что-то, что-то. Наверное, брест какой-нибудь. Да, это бальзам для губ. Какой-то бальзамчик. Она закрыта. Не открывается. Она заклеена. И тут заклеена. Ладно, не буду открывать. А, он с клубничкой, наверное, да? Ну, такой бальзамчик. И цвета, конечно, вообще вамбезные. Все в таких оттенках. Так, дальше вижу вот такие киндер. Это как новогодние игрушки. Тут один чуть-чуть помялся, сломался. Ну, ладно, ничего страшного. Детки съедят. Две такие пачки. Тут по три киндера. Да, один сломался. А так пахнет вкусно. Мне кажется, запах детства, знаете? Как раньше нам приносили родители. С работы конфеты. И вот раньше же конфетки все равно были такие прям все. Особенно киндер, качественные. И тут такой же аромат классный. Ой, большое спасибо, дорогая. Классные. Так, что еще я тут вижу? Масочки для лица. Ой, они, наверное, заклеены тут были. Тут, наверное, как в виде подарочка. Тут три штучки. Так, что тут у нас? Ничего не понятно. Все на нерусском языке. Это, наверное, корейский, скорее всего. Да, это маска для лица. Такая масочка. Ой, тут их четыре. Я думала, три. Вот такая. Кстати, я маски полюбила. Я особо раньше не пользовалась масочками именно вот такими. Да, они, скорее всего, тканевые все идут, маски. Ну, вот теперь мне понравились вот такие масочки. Все. 31 числа. Пойду в ванну. Масочка, кремчик, бальзамчик. Все. Все. Ой, будет у меня спа вечер. Так. И корзиночка. Вот. Вот она. Красоточка. Смотрите, какая корзиночка. Здесь сердечко вот такое. На веревочке. Деревяное сердечко с бусинкой. Красота. Красота. Я думаю, что она заказывала в том же самом месте. Я знаю, что Марина себе такие заказывает. У нее уже целая коллекция. Вот. Большое-большое спасибо. Смотрите, какая классная. Ой, куда бы еще эту корзиночку было брать? Наверное, надо будет. Так. Сейчас я чуть-чуть приберусь и к вам вернусь. Так. Корзинка у меня вообще не входит сюда. Ну, ничего страшного. Так продолжаю. Господи. Я думала, уже подарок закончился. Сейчас глянула в коробку, а там еще столько всего. Боже мой. Мне кажется, у меня в этом видео будет много ахах-вохах и благодарностей. Так что извиняюсь сразу заранее. Так. Далее. Что я вижу? Я вижу. Такие две машинки с вкусняшками. Тут даже и написано сразу. Вкусняшки для сыночков. Боже мой. Большое спасибо. Кстати, одна уже открыта. Ну и вторая, в принципе, тоже. Там разные конфеточки. Вот. Что там интересного есть? Боже мой. Все. Начинается сладкая пора. Начинаются подарочки. Скоро потянутся еще бабушки, дедушки. И начнется. Посмотрите, сколько там конфет. Ой. Сладкоежком. Ой. Большое спасибо. Огромное спасибо тебе за подарочки. Именно вот. Что для деток. Прям персонально так. Огромное спасибо. Так. Тут у меня красота. Так. Продолжаем дальше. Ой. Тут еще одна пачечка, оказывается, мармеладок была. Вот такая вот. Так. Уберем ее в корзиночку. Три пачки. Так. Дальше. Что я дальше вижу? Вижу я пряжу. Пряжу вижу. Много. Куча большой пряжи. Так. Вижу. Алисзе Коттон Голд. По пряже я сильно не буду вам рассказывать, что это за пряжа. Я думаю, что все знаете. Но цвета скажу. 728. Мне кажется, у меня такого оттеночка точно нет. Прям нежно-голубой оттеночек. Очень красивый. И у меня его точно нету. Так. Далее. О, боже мой. Так. Что у нас тут? Алисзе Коттон Голд. Это оттеночек номер 287. Такой я тоже что-то не помню в своей палитре. Так. Как бы это все красиво-то. Вот. Так будет. Так. Газал Джинс. Моя любовь. Газал Джинс. Какой это оттеночек? 11.32. Красивый оттенок. Цветовая гамма, конечно, подобрана шикарно, Марина. Вот. Так. Далее. Что я еще вижу? Газал Джинс. 11.03. Вот я помню, когда я тебе собирала в том году подарочек, перед, не на Новый год, а до этого дарила, я тебе уложила пряжу, прям, которой у тебя нет. Я помню, как это, я тебе такой же оттеночек ложила туда в посылочку. Но знаю, что теперь это не только моя любимая пряжа, но и твоя. Так. Такие два оттеночка. Потом вот такой вот ярко-розовый. У меня, кстати, такого нету. 11.36. Прям такой ярко-насыщенный. Но он не вырви глаз. Он, знаете, похож на джинс. Там есть тоже такой вот красивый розовый оттеночек. Не помню, какой оттенок номер, но он есть. Так. Далее. Оттеночек 11.15. Такой красивенький. Ой, сколько пряжи. Пряжи много, конечно, я знаю, что не бывает. Но куда же ее все складывать-то скоро. Мне надо, наверное, будет еще один шкаф отжимать, и будет у меня под пряжу. 11.23, такой нежно-желтенький. У меня тоже такого оттенка нет. У меня есть 11.24, но он такой, знаете, как ярко-желтый, как Ярнард джинс 35. А вот это такой прям нежненький такой оттеночек, красивый. Так. Далее. Что я еще вижу? Это Ярнард Бэйби Катон Мультикалор. Ярнард Бэйби Катон у меня есть. Я еще ее и много из нее вообще не вязала. Вязала, по-моему, пару игрушечек, и все. А вот Мультикалор, это для меня новинка. Смотрите, какой оттеночек, да? Красивенький. Это 5205. Буду пробовать. О, боже мой, какой оттенок. 5023. Он вроде ярко прям такой, насыщенный, неоново-зеленый, но вот с этими скраплениями он прям классно смотрится. Чекольный оттеночек. И 5201. Такой вот с синими оттенками. Синий-голубой-белый. И она, знаете, мне кажется, она маленько отличается от, допустим, от Ярнард Бэйби Катон. Он просто чисто, ну, обычный, не мультикалор, мне кажется, попухлее, что ли, пряжится. Прям потому что там такие оттеночки, оттеночки, сама ниточка довольно-таки тоненькая, если в простом смотреть. Так, далее. Сейчас мне придется, наверное, маленько повытаскивать, чтобы каждый раз не нырять. Итак, продолжаем. Вот такой. Так, это у меня, кстати, да, это вот туда же, к тем Ализе Катон Голд Хобби. Это, знаю, 126 оттеночек, а не 216, 126, это зеленый точно. Вот желтенький. Желтых много не бывает, а у меня в этом году почему-то прям какая-то, знаете, желтая атака была. Я очень много желтых оттеночков пряжины заказывала. Это номер 40, такой синенький, красивый тоже оттеночек. Дальше красный, наверное, 56-й. Да, красного тоже много не бывает. Спасибо большое! Столько пряжи вообще! Это оттенок номер 610. Такой красивый зеленый. Такой не вырви глаз. Приятный оттеночек. Вот такой сиреневый. Мне кажется, сиреневого такого вообще не было. 166-й. Такой красивый сиреневый оттеночек. И нежно-нежно зеленый. Ой, зеленый с желтым. Номер 187. Вот такого у меня точно не было. Посмотрите на этот трай. Так, и еще я, по-моему, вижу оттеночек. Газал джинс. Вот такой оранжевый. Кстати, я на оранжевый оттеночек на этот охотилась. Но так и не приобрела его, потому что его нигде не было. Был в одном магазине. Точнее, это не магазин, это у девочки ВКонтакте. И там... Ну, а остальная пряжа мне не нужна была. Из-за одного оттенка платить за доставку как бы нет смысла. 1156. Вот такой красивый оранжевый оттеночек. Тигриков, конечно, я уже практически тут вязать не буду. Но оранжевый оттеночек, он всегда пригодится. И в летней, и в весенней, осенней палитре. Всегда пригодится. Большое спасибо, дорогая, за столько пряжи, конечно. Пряжи много не бывает. Так, сейчас я маленько тут все уберу. И мы с вами продолжим. Итак, продолжаем дальше. Вообще, я тут маленько все прибрала чуть-чуть. Так, дальше что я вижу? Ух ты! Вот это красота! Для декора, да. Это набор сувенирный. Вы посмотрите на эту красоту. Это ведерочки, а в них цветочки. Так, давайте, наверное, откроем. Потому что уж больно мне охота все это посмотреть. Так. Аккуратненько. Опс. Так. Смотрите на эту красоту, милоту. Ой, мне сразу весны захотелось. Вот. Смотрите, какие ведерки классные. Не пахнут? Нет, не пахнут. Я думала, может, что пахнут. Ой, большое спасибо. Смотрите на эту милоту. Так, ее надо срочно сюда поставить. Куда-нибудь. Чтобы их видно было. Так, коробочку я потом аккуратненько уберу. Ой, ну красота же. Красота. Так, продолжаем дальше. Так, что я вижу? Мятая коробочка. Это опять конфетки. Не опять, а снова. Сладостей много не бывает. Боже мой. Это опять рошет. И они с решками. Все. Сейчас пойду чай пить. Я как раз думала, сейчас сниму видео, пойду чай попью с печеньками. Но нет, я теперь пойду, наверное, с конфетками. Ой, спасибо большое. Марина. Вот это подарище. Так, подарище все. Так, дальше. Вижу коробочку. Что в этой коробочке, я не знаю. Так. Тут еще буду разобраться. Ой, что-то осень и тепла. Я это точно поняла. Соль. Дизайн и соль. Что за соль? Так, давайте откроем с вами. Так. Что здесь? Так. Что-то там. Так. Вроде только все осталось упаковочное. Так. Так. Что что-то такое. Это что-то тяжелое. Это кружечка. Надпись такая. В зимку створюся. Так, не буду я читать, портить все это видео. Я потом переведу, как это переводится. Или, Марина, напиши мне, как это переводится. Смотрите, какая кружечка. Классная такая. Все. Все. Конфеты есть. Кружка есть. Можно идти пить чай. Так. Как я бы ее показать? Так, чтобы было видно в кадр. Спасибо огромное за кружечку. Все. Можно идти пить чай. Нет, ладно. Покажу вам остальную посылочку. Что там еще осталось? Надеюсь, пригодится на новом рабочем месте. Это ящичек. Как у Марина ящичек. Так, сейчас распакую и к вам вернусь. Итак, я распаковала эту красоту. Смотрите, какой он большой. Это вот такой вот ящичек, как здесь на картинке. Я думаю, что вам видно. Органайзер. И здесь вот такие вот ящички. Ого, большие. Так у меня тут все влезет. Теперь все мое добро сюда поместится. И цвет, знаете, такой... Как бы сиренево-серый. Такой красивый оттеночек. Здесь, кстати, он матовый. Классно. Большое спасибо, Димариночка. Все. У меня же теперь все добро туда вместится. Красота. О, боже мой. Я сегодня в восторге в полном. Так, это еще не все. Тут пришло мне письмо, кстати. Потому что я открыла посылку кверх ногами. Ничего странного. Это же я. Так, письмо для Аленочки от Доброго Святого Николая из Украины. Так, посмотрим песницу. Посмотрю за кадром. Там, скорее всего, на другой стороне что-то еще написано. Да, там написано. Смотрите, какой веселье свят. Смотрите, какой тигрик классный. Потрясающе. Так, я потом, конечно, обязательно почитаю, что там написано. Вот так вот. И тут остался, мне кажется, последний у меня коробочка. У нас бантика. Вот такая коробушка. Как бы открыть еще бы так, чтобы... А тут, в принципе, можно открыть. Ну, почти. Ах, порвалась я. Хотела аккуратно. Так, и что там? Там? О! О! Ничего себе! Тут новогодняя красота! Как красиво все! Это прям все... Марина, ты знаешь же, да, в каких цветах у меня елка в зале стоит. В красно-золотых, да? Ты знала? Ой, смотрите, какая красота. Такой веночек, да? И здесь такая золотистая. Цветочек и типа елочки. Угу. Красота какая. Так, что это? Это игрушка. Воздушный шар, наверное, да? Класс! Здорово! Так, что-то написано. Подвеска пластиковая. Да, это шар. Смотрите, какой классный. Класс! Мне прям под мою елочку... Мы еще елку не поставили. Думаю, что поставим на днях. Вот, дальше что я вижу. Вау! Господи, какая я это! На елочной игрушке. Мне, по-моему, одни елочные игрушки можно дарить. Смотрите, какие желуди! Они просто шикарные! Боже мой, какая красота! Они вроде пластиковые, но она такая, знаете, нелегкая, извиняюсь, сама по себе. Правда, блестки чуть-чуть цепятся, но ничего страшного. Вообще, потрясающие желуди! Вообще, прям классные! Так, что тут еще? Здесь колокольчики, они металлические. Так, ладно, не буду сильно. Классно! Так, они мне пойдут на дверь. Все, решено. Первая мысль пришла в голову повешать их на дверь. Я их прям сегодня повешу. Хотя у меня там еще ничего нету, но не зря же я крючки покупала. Прозрачные. Вообще, здорово! Здорово-здорово! Ой, Марина, ты меня прям в самое сердце! Это вообще такая красота! О, боже мой! Там дальше еще что-то есть. Это Белочка! Смотрите, какая она классная! Боже мой, ну это же... Это вообще классные игрушки! Просто потрясающие! Посмотрите, какая милота! Вся блесочков такая! Она, кстати, блески тут не как вот здесь, да, вот такие обычные. Они такие крупненькие и вот здесь маленько так посеребряно. Ой, вообще потрясающая Белочка! Как бы и положится, чтобы видно было! Так, это там еще не все. Там что-то еще. О, это свечка! Да, это свечечка в золотом оттеночке. Ммм, классно! Так. Так, и тут что-то еще осталось. Сейчас посмотрим, что здесь. Это набор свечек! Вы посмотрите, как классно! Так, может тут написано? Да, набор свечек! Что написано? Там же не по-русски написано! Смотрите, они какие классные! Интересно, чем они пахнут. Распаковать. Блин, жалко распаковывать. Ладно, потом распакую. Ой, тут в виде звездочек таких, я думаю, что вам видно. И здесь такая вот кругленькая, и там в середине звездочка. Ой, вообще... Так, ладно, маленько передохнула, чтобы больше не охать, не ахать. Вот такой у меня получился просто большущий обзор. Подарочка. Марина, я не знаю, ты прям, наверное, заглянула в самое сердце, потому что здесь столько всего. И, знаешь, мне вот каждая мелочь, каждая деталька прям вот прям в сердце. Мне так понравилось, я прям в восторге. В большом восторге. Прям большущая тебе спасибо, дорогая, спасибо за дружбу. За то, что мы с тобой так общаемся, поддерживаем друг друга. Это, мне кажется, большего стоит. И вот этот подарочек, это прям, я не знаю. Я вот не знаю, конечно, за что мне такой огромный подарок. За какие-то такие вот старания. Прям большое спасибо. Мне прям... Как-то, знаете, я даже сильно так разволновалась немножко. Сейчас пойду маленько передохну, попью чаю. Напишу тебе, потому что сейчас пойду писать. Видео выйдет, конечно, чуть-чуть попозже. И еще раз большое счастье спасибо. Поцелуйчики тебе. И большое, конечно, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам это видео понравилось. Пишите свои комментарии. И хотела вас еще спросить вообще, как вы относитесь к подаркам. И любите ли вы больше всего дарить подарки или их получать? Или вы относитесь к тем людям, которые любят и дарить, и получать? Вот я отношусь, кстати, к третьему варианту. Я обожаю просто дарить подарки. Получать я тоже люблю. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Пока-пока.